всем привет с вами я антон больших и мастерская антоха гараж и сегодня у нас классический ламповый бложек которых к сожалению становится все меньше так как сезон подходит концу и сегодня у меня на подъемниках 2 650 ки обе очень известные в узких кругах первое вообще президента бургман клуба и и мне привезли с проблемой вариатора причем проблема вариатора на ней уже к сожалению не первый раз но человек уже довольно много лет на не ездит много проехал но тем не менее последний раз одна и та же проблема повторяется уже третий раз поэтому мне привезли ее разбираться она уже собрана готова там есть подозрение что что-то пошло не так с польским шафт адаптером поэтому он был заменен на новый это старого года выпуска 650 к и пробег у нее уже достаточно большой предыстория этого скутера такова что примерно в 2018 году у нее вариатор уже так порядком устал мы поставили вариатор в сборе с очень маленьким пробегом там три или четыре тысячи и почему-то что-то пошло не так что через пару лет у человека срезала стопорный болт потом он его пытался перебрать самостоятельно я ему продавал крышку оставили эту ремонтную крышку меняли хвост муфты собрали что-то он совсем немножко проездила стопорный болт срезала еще раз в общем я начал разбираться смотреть пришел к выводу что просто надо нормально собрать и на всякий случай взял просто целиковый собранный другой вариатор из хороших также запчастей потому что в целом он даже лучше по общему состоянию и по шестеренкам и по ремню и по всему остальному то есть целиковым заводским первичным валом в общем просто поставили другой хороший вариатор и на всякий случай заменили польский шафт адаптер на новый пока они есть потому что были случаи с похожими проблемами когда у людей стоял нижегородский шафт адаптер про него уже много говорилось видео было там с евгением матвеевым восемнадцатом году у меня была примерно такая статистика что примерно у каждого 3-4 человека с нижегородскими шафт адаптерами начинает по какой-то причине неведомой срезать стопорные болты и вот наверное я пытаюсь проводить такие аналогии именно потому что вспоминаю те времена потому что денег тогда было на экономии людей заработано много с польскими шафтами такого никогда не было но учитывая что ему уже довольно много лет я просто на всякий случай предложил человеку перестраховаться рассказал ему обо всех своих опасениях и в принципе учитывая что мы вариатор полностью ставим другой потому что мало ли есть какая-то деталь которую мы не можем определить там допустим вторая крышка или что-то еще хотя я плохо себе представляю как такое возможно то есть мы ставим полностью в сборе вариатор другой и если вдруг проблема не дай бог повторяется то значит надо искать уже где-то в двигателе вот там подшипники маховика или что-то еще в данном случае учитывая мой интерес а также хорошие отношения поскольку люди постоянно ко мне обращаются сделал эту процедуру с очень очень хорошими скидками потому что клиенты постоянно и много много лет как бы ситуация когда проблема повторяется и ты ее не можешь решить она крайне неприятно вот то есть тратить деньги куда-то в пустоту с непониманием результата так себе перспективка поэтому поскольку и у меня предыдущие вариаторы все покупались и запчасти и все остальное то есть я здесь пошел на встречу и практически все издержки взял на себя ну кроме шафт адаптера так я иногда делаю потому что я всегда лоялен к постоянным клиентам если они адекватно себя ведут и не пытаются наглеть потому что если люди пытаются вести себя неадекватно я никогда в выражениях не стесняюсь и в какой степени даже горжусь тем что я могу себе позволить так делать именно поэтому кстати у меня есть много хейтеров есть прям те кто на меня прям по-настоящему обижен я прям иногда думаю об этом и аж приятно то есть кто-то постоянно тратит энергию на то чтобы меня не любить ну не кайфовали а на самом деле же прикольно второй скутер у нас здесь 2009 года выпуска здесь у нас пробег в районе девяносто одной тысячи километров тоже очень известный в узких кругах скутер и здесь у нас во первых проблема с зарядкой умер генератор обуглилась обмотка верхняя почему-то последнее время довольно много скутеров у которых обугливается обмотка и их не очень просто бывает диагностировать я подробное видео о том как искать неисправности в цепи зарядки в том числе и в спорных ситуациях выкладывал на бусти к нему платный доступ за небольшую денежку и я там максимально подробно расписывал все нюансы как найти проблему как определить проблему то есть какие есть особенности диагностики какие напряжения как правильно замерять и так далее если вы хотите вы можете перейти по ссылке и посмотреть вообще я стараюсь придерживаться такой идеологии что хорошая качественно поданная информация должна стоить хотя бы каких-то пусть и небольших но денег потому что это определяет ее ценность ценность информации если человек за нее хотя бы немножко заплатил она сильно повышается так как разобраться в том что есть за бесплатно возможно но если у тебя очень-очень много свободного времени лично я не вижу никакого смысла давать эту информацию в подробностях бесплатно потому что массам такая информация все равно будет неинтересно выделиться среди большого количества видео в интернете где дают разные не очень квалифицированные советы часто с ошибками как-то надо поэтому если люди считают что они там сэкономив там условные там 200 300 рублей найдут больше информации сэкономив для себя время хотя это обычно наоборот бывает в общем это было таким первым шагом к тому чтобы отснять свой курс по самостоятельному ремонту и обслуживанию скутеров в данном случае у меня уже открыты продажи на курс по скутеру bmw c650 gt по бургману 650 а также по бургману 400 курсы будут немного позже но я обязательно их выпущу потому что это вообще своего рода инновационная идея и никто ранее такого не делал я думаю что очень полезно будет это для людей потому что это информация в точку именно для тех кому она реально нужна и кому она реально поможет потому что интересно что-то делать именно для того чтобы принести какую-то пользу том числе и сегодня на примере вот этого скутера мы планируем отснять три урока по замене масел мы их совмещаем с текущими работами которые здесь делаются потому что времени остается уже мало и отснять большой объем то именно вот по всему списку это примерно 10 плюс уроков по одному скутеру к сожалению тяжело потому что часто большие то люди делают весной а осенью уже чаще народ приезжает с какими-то регулярными поломками у нас здесь генератор селинблоки подшипники маятника я думаю что мы в этом году поставим последний комплект селинблоков на эту 650 ку потому что во первых больше у нас нету я прям продал все их запасы в этом году очень много мопедов по подвески мы привели в порядок в этом году но здесь большой пробег как бы уже пора тем более человек уже очень много лет на нем ездит и не собирается его продавать в этом нет никакого смысла он его всем устраивает поэтому здесь мы отснимем замену масел где-то там сзади стоит 400 к которую пригнали тоже на съемки там будет отснято замена масла в редукторе обслуживание вариатора я возможно отсниму второй пример скутера потому что один скутер с обслуживанием вариатора я уже отснял там все было достаточно живое но колокол был кривой а здесь другие проблемы и я попытаюсь показать это все максимально более наглядно и более интересно касаемо вот этой 650 кем и тут задумались почему вообще выходят из строя генераторы на них чаще всего когда мы говорим о проблемах с зарядкой дело обычно в роли регуляторе как многие привыкли считать на самом деле есть определенный алгоритм проверки то есть определенные там сопротивление напряжение все остальное если все проверил там все цепи это значит и меняешь роли и радуешься но вообще генератор плавающий в масле он не имеет никаких щеток он имеет просто намотанную по сути проволоку которая маслом же и постоянно охлаждается в принципе отличается как правило очень большой надежностью и обычно если там что-то и происходит то только межвитковое замыкание этой самой обмотки последнее время на 650 ках я часто вижу одну и ту же проблему это обугливание самой верхней обмотки или одной из самых верхних и вот тут сегодня высказали предположение почему это может быть может быть туда меньше всего достает масло и это место хуже охлаждается и просто из-за времени большого пробега там происходит неисправность ну в общем и целом пока что генераторов достаточно за этот сезон мы заменили наверное штук пять что в принципе не так уж и много учитывая наши объемы количество 650 которые к нам в принципе приезжают а релюх при этом мы заменили по моему две или три интересно что тенденция такая что конкретно в этом году генераторов ломается больше чем обычно потому что обычно пара генераторов в сезон и все на самом деле бургманы ломаются эпидемиями и это практика она на самом деле есть многие сейчас могут подумать что я шучу нет я не шучу потому что очень часто какая-то проблема может всплыть сразу у четырех пяти мопедов а потом несколько лет не всплывать вообще ни у кого ну я в этом мире прям живу я прям наблюдаю подвожу статистику это порой бывает очень интересно вот у кого-то разбила сайлентблоки в заднем колесе вот там я тогда купил несколько комплектов сайлентблоков и прям у нескольких человек прям пофиксил эту проблему и после этого у меня какое-то количество сайлентблоков осталось и я пять лет даже никому их не менял то есть вот почему-то не попадались мне скутеры с такими проблемами а в этом сезоне вот опять на нескольких мопедах было то есть раз на раз не приходится и я совершенно не удивлюсь если в этом сезоне там я заменил генератор на пяти скутерах еще кто-то их менял то есть я недавно общался со своим коллегой одним очень известным тоже у него профильной сервис по бургманам и он тоже говорит мы кучу генераторов поставили в этом году прям удивительно как-то раньше никогда такого не было я вообще не удивлюсь если в следующем году не приедет генераторами ни одного вот вообще я не удивлюсь я не знаю от чего это зависит но вот это как-то вот прям что-то кому-то не везет и все вот эти вот суеверия о том что там париться о ремонтах не париться о ремонтах вот когда все говорят о генераторах поднимают тему генераторов вот генераторы в основном ломаются поэтому не будем терять времени будем приводить в порядок этот скутер дальше у нас там он за кадром стоит еще одна 650 к на которой надо убирать дизельный звук в общем много много всяких разных дел я опять варю партию из пяти суппортов пока я их варю у нас там еще шестой скутер приехал который мы будем снимать и возможно я прямо отсниму инструкцию по переборке заднего суппорта для курса в том числе потому что это актуальная проблема напоминаю что я уезжаю в отпуск и сервис после 10 числа в том режиме в котором есть функционировать не будет но тем не менее уезжая я дам фрезеровщику в очередь партию суппортов отдам фрезеровщику в очередь партию крышек вариаторов чтобы все эти детали были я постараюсь организовать вопрос чтобы кто-то мог бы у детали продать и в принципе что-то если кому-то срочно отремонтировать тоже мы попробуем это решить но тем не менее всю основную деятельность сервиса именно до весны мы будем потихонечку сворачивать добивать все обязательства за которые я взялся еще раз напомню что открытой продажи моего курса по самостоятельному обслуживанию бмв c650 gt и c600 спорт вы всегда можете задать мне какие-то вопросы в телеграме или ватсапе я надеюсь что все подписаны на мой телеграм чат если вдруг нет то ссылочка в описании или в закрепленном комментарии также я приглашаю вас в пятницу на бесплатный вебинар 1 сентября вечером и касаемо курса мы будем беседовать и закрывать какие-то вопросы если они у вас есть именно касаемо курса поговорим зачем я его сделал как пришла такая идея о подробностях как это все было устроено я постараюсь ответить вам на самые разные вопросы которые могут быть вам интересны а на сегодня я с вами прощаюсь с вами был антон больших и мастерская антоха гараж если вам нравится то что я делаю вы можете поддержать мой канал ссылочки сами знаете где обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы первыми узнавать о новых интересных видео всем пока